Они снова встретились. Игорь Путилов и МФК Тюмень. Только теперь тренер, который привел сибирский клуб к первому и пока единственному чемпионству, находится по другую сторону баррикад. По ходу сезона наставник возглавил Ухту, в гости которой в рамках очередного тура чемпионата Российской Суперлиги и прибыли тюменцы. Первый тайм черно-белые провели мощно. Артем Антошкин, пропустивший старт сезона, продолжает пополнять личную статистику. Именно капитан в Тюмени на шестой минуте открыл счет. Он же в середине первого тайма выступил в роли подносчика снарядов для Бруна Таффи. А в конце тайма преимущество до трех мячей довел Александр Упалев. Так сложилось, что сложилось. Понимаете, опять же мы говорим о том, что соперник воспользовался теми шансами, которые мы сами им предоставили. То есть не то, что мы что-то там, они разыграли качественно или очень здорово. Мы где-то подскользнулись, опять непонятно почему. Где-то не добежали, где-то на стандартах опять про то, что мы говорим, и не доработали. Тем неожиданнее для команды Николая Иванова сложилось начало второй половины встречи. Лео поочередно огорчили Антон Рудых и Александр Ситников. Благо в нужный момент о себе напомнил Таффи. Титулованный бразилец оформил важный гол, красиво разобравшись с обороной. Пыл Ухты после этого на время остыл, чем воспользовался Денис Неведров, вновь восстановив статус-кво в три мяча. Времени отыграться у хозяев все равно было немало, и они забили, причем дважды. На беду оба раза в свои ворота. Пожалуй, такого поражения ухтинцы не заслужили. Но цифры на табло для них получились горькими. 2-7. Было ясно, что во второй день тюменцам придется куда сложнее. Ничего удивительного, что счет был не открыт до 23-й минуты. Под замвестаема нулям на табло приказал долгожить Андрей Бастриков. Благо, Александр Упалев тут же выровнял положение. Упалев всегда приятно там забивать, но гораздо приятнее больше команде пользы приносить. То есть именно как в победе в три очка. То есть для меня более важно, когда свисток прозвучал и тот матч, чем либо какие-то там собственные, можно сказать, где-то достижения, какие-то забитые мячи. Понятно, там без забитых мячей не побеждают, но приятно, когда команда именно выигрывает. Но в данном случае ясности не было никакой. Особенно если учесть, что на перерыв лидерами ушли хозяева. Закадычный друг Упалева, а ныне капитан Ухты Евгений Мишарин, поразил ворота своего родного клуба. На исходе получаса за судьбу тюмени в этой встрече стало совсем тревожно. Кирилл Козлов резво оторвался от опекунов. И 1-3. Словно барон Мюнхгаузен, гости начали сами себя вытаскивать из болота. Начало камбэку на 36-й минуте положил Сергей Крыкун. Затем шикарный удар с дальней дистанции удался Ивану Милованову. А тот самый мяч, который так нравится Александру Упалеву, победный, провел Бруно Таффи. В Ухте бразилец напомнил, за что именно его считают мастером высокого класса. 4-3. После вояжа в Республику Коми Тюмень поднялась на второе место в турнирной таблице. Впрочем, основная масса в матче Тура еще впереди. У сибиряков же сейчас мысли далеко не о чемпионате. 21 января их ждет ответный полуфинальный матч Кубка России с Нижегородским Торпедо. Гостяк Тюменцы уступили 1-3. А потому дома им предстоит решить сложную задачу.